Здравствуйте! Здравствуйте! В студии Вадим Ансупов вы смотрите программу «Гость студии». Сегодня по приглашению Международного медиа-клуба «Импрессум» у нас в гостях звезда российского телевидения, телеведущая Лариса Вербицкая. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте! В некоторых своих интервью вы говорили, что вам нравится море. Удалось ли в этот небольшой визит в нашу страну вам прогуляться хотя бы по взморью? Я надеюсь, что у меня будет время. Я очень хочу наконец добраться до набережной и почувствовать это дыхание Таллина. Особый совершенно и бриз, и настроение, и погоду, такую меняющуюся, но такую необыкновенную. Я просто влюблена в Таллин. У него какой-то особый дух, особая аура. Люди неповторимые, очень-очень теплые, очень открытые, гостеприимные. И вот с удовольствием приняла приглашение вашего телеканала, чтобы еще в полной мере убедиться в том, что мои предчувствия, мои ожидания, они таковы, как есть на самом деле. Моря бывают холодные, моря бывают теплые. Какие вам больше по душе? Мне главное, чтобы была картинка. А все остальное я могу домыслить. Я понимаю, что Балтика, она не очень жаркая, но она очень красивая, она живописная, она настроенческая. Мне очень нравится Балтийское море. В Москве вам не хватает моря? Не хватает, признаюсь. Но мне всегда нравится, когда из окна есть некий такой пейзаж, не окна в окна, а когда есть перспектива, когда есть закаты, какой-нибудь парк. И всегда, когда мы переезжали на новое место жительства, мы всегда учитывали эти факторы, эти обстоятельства. А какой вид из окна? Это так важно. А какой же сейчас у вас вид из окна, в том месте, где вы живете? Это загородный дом, скорее всего? Ну, загородный дом тоже есть. И там лес, там белки, птицы. Сад мой любимый, который я выращивала и погружалась в жизни растения. И кислая почва нейтральная, как удобрять, когда подстригать, что нельзя трогать, как лучше, что любят растения, свет, тень, полутень. Это все, конечно, надо учитывать. И сад, конечно, нужно любить и заниматься, кланяться ему. Когда ты ему кланяешься, что называется, в пояс, не жалея себя, тогда он, конечно, тебя радует по полной. А из окна сегодня Москва. Видны даже звезды кремлевские в хорошую погоду. Мне очень нравится московский вид. И каждый раз он разный, потому что небо разное, погода у нас переменчивая. Мы очень похожи. Ну, наверное, в Москве лучше жить на каких-то верхних этажах. Тогда совсем другая картинка. Я туда и забралась. Мы живем достаточно высоко, на 17-м, поэтому нам все видно. Наверное, каждую профессию сопровождают определенные мифы, определенные стереотипы. Скажите, Лариса, пожалуйста, вот вашу профессию, профессию телеведущего или телеведущей, какой миф окружается? С чем вы чаще всего сталкиваетесь, когда происходит общение с, ну, скажем так, зрителями или простыми людьми? Вот когда я прихожу первый раз к студентам, набрав новый курс, и я вижу перед собой горящие глаза молодых, красивых, энергичных, амбициозных, желающих сделать сумасшедшую, стремительную карьеру на телевидении. Первое, что я делаю, я их отговариваю, я их предупреждаю. Я говорю о том, что непросто, что трудно, что это очень-очень непростая профессия. Если вы готовы к тому, что праздники, ночные смены, выходные, отпуска вы будете проводить вдали от семьи, вдали от ваших родных и близких. Ну и потом это очень такая дисциплинирующая профессия, в том плане, что иной раз, может быть, и можно сделать себе какие-то послабления, если бы ты был, например, человеком другой профессии. Ну каким? Учителем, архитектором. Хотя там тоже есть свои ограничения. Но телевидение, у него очень жесткие требования. Ты должен быть здоров, ты должен хорошо выглядеть, ты должен отлично соображать, ты должен быть в курсе сегодняшнего дня, у тебя должен гореть глаз. У нас все хотят видеть здоровых, красивых, счастливых, любимых, благополучных. Но жизни из жизни никому не удавалось пройти только вдоль белой полосы. Жизнь такая непростая штука. Но я научилась держать удар. Я знаю, что если и наступает какая-то полоса испытаний, то она только делает нас крепче, она мобилизует сознание, и потом это такая возможность попробовать, может быть, себя и в новом качестве, и в новых профессиях, почему нет каких-то смежных. Жизнь такая интересная, надо пробовать, надо не бояться. И надо, в конце концов, не страшиться. Вы знаете, первый шаг, это всегда, его нужно сделать. Вот этот, наверное, самый первый шаг, он самый трудный. Себя уговорить, что ты сможешь, что у тебя получится. Вот это главное. Если говорить о стереотипах, то люди считают, что телеведущие богатые, знаменитые, у них же не сплошной праздник. Это, наверное, эти стереотипы? Ну, наверное, и не без того. Но это стереотипы или это так и есть? Это все относительно. Даже самые богатые люди, они все равно стремятся к еще большему чему-то. У них другие ориентиры, другие желания. Если говорить о финансовой составляющей, вот лично мне нужно ровно столько денег, чтобы моя семья чувствовала себя комфортно, чтобы я могла помогать своим близким, родным, маме. Не более того, а все эти излишества, ну, с моей точки зрения, они мне не нужны. Это только лишние хлопоты. Любая вещь в доме или то, что вдруг появляется в твоей жизни материально, она требует внимания, заботы, ухода. Ну, в общем, его нужно обслуживать. И, вы знаете, я это осознала в полной мере, когда я оказалась на необитаемом острове. И у меня не было ни телефона, ни мобильной связи, ни компьютера, ни денег, ни кредитной карты. Ну, ничего, ни одежды, ни постели на крахмалиной, ну, ни еды, в конце концов. Ну, ничего. И при этом я поняла, что можно чувствовать себя счастливым, когда ты свободен, когда ты принимаешь решения, ты последняя инстанция во всей этой цепочке жизненных обстоятельств. Ну, не считая, конечно, стихийных бедствий, там, цунами, погода, сезоны дождей, абсолютной влажности и прочих-прочих вещей. Но вот там, когда ты попадаешь вот в эти ритмы природы, закат, рассвет, взошла луна, прилив, отлив, ты чувствуешь такую внутреннюю гармонию и такой покой, что даже это компенсирует и голод, и лишение. Ну, и потом, конечно, я знала, что это не навсегда, что мне не придется оставаться на острове на всю оставшуюся жизнь. Но только на 18-й день ко мне пришло осознание, и память вернулась относительно моего дома. Очень странная мысль вдруг коснулась моего мозга. Я просто коснулась так вот крылом, не поселившись там. А какого цвета у тебя стены в спальне? Спросила я, лежа в спальном мешке, в который иногда забегали мыши, и песок хрустел повсюду, потому что это такой кварцевый песок, от которого избавиться было невозможно, потому что влага, и он очень мелкий, и он забирался во все складки одежды. Я не смогла сразу ответить сходу на этот вопрос, какого же цвета стены у меня в спальне. Но постепенно я, конечно, стала вспоминать о доме, о том, что меня ждут, меня любят. Связи не было с землей, с семьей, но семья знала, что я жива, что меня не смыло волной, что у нас все хорошо, они откусали у нас регулярно москиты и комары. У них не было ни сиеста, ни фиеста, они нас жрали просто заживо. И что интересно, спасатели, которые нас инструктировали перед высадкой на эти необитаемые острова, они сказали, что там очень много москитов, мы ночевали на ваших островах, мы знаем, что их там просто полчища какие-то. Но аборигены считают, что если несколько дней не пользоваться репеллентами, то наступает адаптация организма, и ты перестаешь реагировать на них. Знаете, я попробовала, потому что репелленты, они разъедали даже ткань на кроссовках, шнурки, они становились ветхими, это очень агрессивные средства. Ну и я не выдержала больше одного дня, потому что я думаю, боже, а зачем мне привыкать? Я что, здесь собираюсь оставаться? Вовсе нет. Вот такая жизнь была в моей жизни. Лариса, вы в утреннем вещании, насколько я знаю, с 1987 года, это так? Да, это так. В общем, именно тогда у нас в стране появлялось утреннее информационное вещание как жанр, его до этого просто не было в стране, не было таких утренних развлекательных информационных программ, вещания, и это были первые шаги, это было очень интересно, потому что мы были первые, и телевидение за эти годы, конечно, утренняя программа, утренний эфир очень изменился, и вырос, и стал больше, и современнее. Он всегда был современным, но он соответствовал тому времени, той стилистике, тем обстоятельствам, которые случились тут у людей. Ни одного эфира не было похожего на другого, они все были разные. Говорят, как 27 лет, вы в одном эфире, А какое телевидение вам нравилось больше? То, на которое вы пришли, или то, которое сейчас? Понятно, что есть некий допуск, что еще плюс молодость, плюс вот какие-то первые шаги, когда еще не совсем все знаешь. Вы намекаете на мой опыт, на мой возраст? Нет, никаким образом. Я говорю о том, что когда ты начинаешь, все вновь, когда я просто прошу оценить, какой телевидение вам нравится больше, я делаю скидку на то, что, скорее всего, будет ответ, мне нравилось сначала. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Нет, мне нравилось все, и нравится все, потому что телевидение это безумно интересная творческая профессия, это такой экстрим, которому ты должен соответствовать. Ты не имеешь права на ошибку, ты не имеешь права на вторую попытку, в конце концов, на второй прокат, как бывает, или вторую, я не знаю. Вы в прямом эфире все время? Это прямой эфир, конечно. Я оговорюсь, бывают сюжеты, которые мы готовим. Ну, записи, да. Записываем изначально заранее, для того, чтобы сделать комфортным эту съемку для наших гостей, если разница во времени, если они прилетают на очень короткое время, или нам нужны услуги каких-то переводчиков, сопровождающих лиц, и очень рано в 5-6 утра приезжать нашим уважаемым гостям. Это жестко. А как, кстати, я перебью, у вас называются на вашем жаргоне вот эти заготовки? Заготовки? Ну да, ну записанные сюжеты. Есть какой-то специфический термин? Ну, на радио это называется консервы. Консервы? Ну, нет. Как вы это называете? Мы более ласково обращаемся с этим материалом. Нет, у нас нет консервантов. Все натуральное? Ну, практически так. Так, все-таки, какой эпизод вам нравится больше? Начало телевидения, середина телевидения, или то, что сейчас происходит? Сейчас телевидение стало более профессиональным. Оно тоже учитывает какие-то свои ошибки, наработки технические. Оно стало более совершенным. Ну, что говорить? Суфлеры. Что такое суфлеры? Это возможность в единицу времени выдавать гораздо больше информации. Но есть, конечно, у них и свои минусы, у этих гаджетов, компьютеры. Возможность выходить в прямой эфир из любой точки земного шара, из космоса. Ну, разве можно было себе представить это, например, еще 15 или 20 лет тому назад? Я помню, с каким восторгом воспринимались первые телемосты между Америкой и Советским Союзом. Да, это было откровенно. Конечно, это было вау. Ну, а сегодня круглосуточные каналы, это уже даже не вау. Это данность. Это данность. И мы к этому так привыкли, что нас вообще уже сложно чем-либо увидеть. Вот вы можете представить телевидение, уже я не говорю 21 века, потому что казалось, что он такой далекий, это 21-е. А вот он уже наступил, и уже 17-й год. Вообще время как-то ускорилось. Все жалуются, что... Время летит слишком быстро. Ну, что-то произошло. Может быть, как-то мы с орбитой немножко или ускорили своим... Ну, своим ритмом сами ускоряем движение Земли. Мы же очень убыстрелись. Вы, опять-таки, упомянули, что телевидение не прощает ошибок, не дает второго шанса. Скажите, вы работаете на Первом канале. Какой самый смертельный грех, за который уволят сразу? Не знаю. Ну, что значит смертельный грех? Ну, все субъективно. Я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я даже не хочу думать об этом. Я... Ну, нельзя моделировать какие-то отрицательные ситуации, потому что они могут настигать... Случиться? Можно думать о хорошем. Будем думать о хорошем. Хорошо. Опять-таки, в рамках вашего эфира, вы телеведущая, вы ведете утренний эфир. Скажите, насколько вы в этих рамках свободны? Насколько вам диктует редактор? Кто будет гость? Какие будут сюжеты? Вот такая небольшая кухня. Пожалуйста, никаких секретов. Было время, когда я сама писала, прописывала каждое слово, каждую подводку, продумывала, как это будет. Интервью простраивала. Сейчас ведущий замыкает ту цепочку производства вот этого телевизионного продукта в финальный аккорд, который, в общем, и несет ответственность уже за все то, что было сделано. Ну, в его лице. То есть он лицо программы, лицо канала. Но сейчас редакторы пишут, журналисты снимают, сами монтируют. Это такая машина, что каждый день нужны новые темы, новые сюжеты. Этим занимается большой, большой очень штат людей, профессионалов. Это хорошо. Каждый четко отвечает, может быть, за свой участок работы. Значит ли это, что вы приходите перед эфиром или накануне эфира? У вас уже есть выкладка, какие будут сюжеты, кто к вам в гости придет. А вот какие вопросы будете задавать гостю? Это решаете вы, или это тоже прописаны? Какие-то общие темы или вопросы? Вы знаете, общая канва бывает прописана, и чаще всего она прописана. И бывает, что я не соглашаюсь с той концепцией, которая предлагается, когда интервью достаточно примитивно, на мой взгляд, или формулировки, например, таковы, что они не свойственны для моего речевого образа. Понимаете? Я не терплю слэмк, мне не нравится вот этот мусорс, который сейчас может присутствовать на тех или иных каналах лингвистически. Я уважаю и потом своего собеседника, который сидит напротив меня. Я всегда обращаюсь к нему на вы. Но это вы не отдаляющий, это такое, знаете, возвышающий, уважительное вы. Да мы и с мужем были на вы до того, как мы, в общем, стали мужем и женой. Мы были на вы. Может быть, это очень старомодно, но у нас так получилось. Хорошо. Если говорить о том, что меняется время, меняется телевидение. Скажите, вот если нас смотрят молодые девушки, которые хотели бы сделать карьеру на телевидении, мечтают об этом, какой бы путь вы им посоветовали исходя из новых реалий, исходя из того, что существует YouTube, правильно ли будет ситуация, когда девушка ведет свой видеоблог, набирает огромное количество подписчиков, и тогда она будет востребована на телеканале. Или же ей нужно пойти учиться по профилю, журналистике, потом специализироваться по тележурналистике, и уже, начиная с корреспондента, начиная с каких-то низших должностей, расти. Как бы вы сделали? Как бы вы посоветовали? Вообще, одно другое не исключает. И можно идти навстречу двумя путями, которые вы описали. Конечно, нужно учиться. Это раньше не было таких институтов, не было педагогов, не было учебников, не было таких шикарных таких студий, монтажных, когда можно было это опробовать на берегу, а потом уже, так сказать, выдавать этот продукт, и уже готовым профессионалом приходить на канал. Ну, а потом очень важно манеры, постановка голоса, умение обращаться с текстом, простраивать сюжеты, их находить темы, что интересно, понимаете, как выстраивать журналистки те или иные темы. Ну, а потом на телевидении так много профессий. Почему все хотят быть ведущими? Потому что в кадре... А есть и другой путь. Ну, например, вы, как человек, который придумал эту программу, не знаю, продюсер, режиссер, вы ее еще больше из глубины, что называется, знаете, откорни эту программу и делаете ее под себя. Со временем вам делают прекрасное предложение, от которого вы не можете отказаться. Станьте, пожалуйста, ведущим этой программы и вы задумавшись, а почему бы и нет. Тоже как вариант. Продюсеры, режиссеры, операторы, гримеры, осветители. Уверяю вас, что это тоже очень интересные, очень творческие программы, стилисты, лингвисты, которые следят опять же за языком, за речью, видеоинженеры. Почему? Попробовав, что лингвистов не знают, а знают ведущих. Ну, так они потом постепенно могут становиться, ступать на путь телевизионных ведущих или корреспондентов, которые делают сюжеты или какие-то маленькие там рубрики. Начинать с рубрики не нужно обязательно сразу начинать с вашей программы. Нет, об этом можно мечтать, этому можно и к этому может быть и надо стремиться, если вы действительно хотите. Но попробовав хлеб журналиста, вы поймете, что это может быть вообще телевидение не ваша история, что у вас другой темперамент, вы хотите больше в какого-то фиксированного, прогнозированного графика жизни. А телевидение это это все, это все очень все спонтанно бывает. Вы обновились, что сейчас на телевидении в большинстве своем, конечно, же основополагающую роль занимают деньги. Реклама, продаваемость, смотрибельность, музыку сдают продюсеры. Это верно? Абсолютно вы правы. Под каждым словом подписываюсь. Действительно, сегодня, конечно, ну а что делать? Такая жизнь. Может ли возникнуть ситуация, что опять тот самый видеоблогер, видеоблогерша, кто ведет свои каналы, набрало огромное количество просмотров, подписчиков, она придет на телеканал и скажет, смотрите, у меня 15 миллионов зрителей, я хотел бы стать ведущей, и ее возьму. Такое может быть? Ну, надо знать, в какую дверь постучаться. в моем случае То есть самое главное надо знать дверь. Ну, в моем случае просто было иначе. Не было ни блогеров, ни видеоблогеров, ни социальных сетей, ничего не было. А вы жалеете, что тогда этого не было? Нет, нисколько. Почему? Очень интересно, тем, что тут появляется новое. Кстати, я тоже в социальных сетях живу, и не стыжусь этого, мне даже интересно порой бывает. Ну, все зависит от того, какой твой круг общения, кто твои подписчики, что ты выкладываешь. Ты сам несешь ответственность за то, что ты публикуешь. И судите сами, что тираж газеты сегодня это, ну, пять тысяч экземпляров, ну, десять тысяч экземпляров. Аудитории радиостанции, соответственно, может быть больше, телеканала еще больше, а социальной, страница в социальных сетях, она может десятки, сотни тысяч людей привлекать внимание, и тем самым вы являетесь модератором новостей. и опять же интересных тем. Вы можете вообще совмещать эту профессию с чем-нибудь более прикладным? Работа на первом канале, она делает какие-то или дает какие-то ограничения, может быть, на то, как ты представляешь себя в социальных сетях? Или нет? Ну, что касается меня, у меня есть внутренний редактор, свой личный внутренний редактор, который мне формулирует? Собственно, я сама себя формулирую, за годы у меня уже сформировался такой второй я, этот внутренний редактор, который мне говорит, вот это хорошо, это не очень хорошо. Я обнаружил, что вы лицо первого канала и Екатерина Андреева лицо первого канала. только сейчас обнаружили? Да, при подготовке, при подготовке к эфиру. И я обнаружил другую закономерность, что и она, и вы стрелец. Это какой-то телевизионный знак такой, который именно стрельцы могут преуспеть в телевизионном деле. Вы вообще общаетесь с ней? С Екатериной Андреевной? Ну, когда видимся, общаемся, конечно. Ну, мы вообще... Она заведует вечером, вы заведуете утром. Вот так, условно говоря. Редко пересекаемся, ходим, собственно, по одним этажам, но в разное время. Вот. Но мы очень любим встречаться с коллегами, когда у нас бывают какие-то общие акции, пиар-акции. Там, не знаю, помогаем детям, инвалидам. Всевозможные разные такие идеи или вот проекты, которые нас объединяют, помогают нам быть ближе. Нет, это замечательно. Вообще, мне не нравится общаться с коллегами, но, к сожалению, это получается редко. Хотелось быть чаще. Что же, огромное спасибо за ваши интересные ответы. Напомню, что в гостях у нас сегодня была замечательная телеведущая, звезда российского телевидения Лариса Вербицкая, и она приехала по приглашению международного медиа-клуба «Импрессум». В студии с вами был Вадим Ацупов и это программа «Гости студии». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин